Всем привет! С вами снова Азат. Вы по-прежнему на канале Автосправочная. В преддверии майских праздников Госавтоинспекция России предупредила о массовых рейдах на дорогах. В первую очередь представители ГИБДД обратились в плане безопасности детей на дороге. Это касается как передвижения самих детей по дорогам, так и перевозки их в автомобилях. В майские праздники традиционно увеличивается количество междугородних перевозок детей. Пассажиры, которым еще не исполнилось 12 лет, должны перевозиться в сертифицированных автокреслах, соответствующих их возрасту, весу и росту. Помимо выбора пассивных средств безопасности в зоне ответственности родителей, правильный выбор скоростного режима и отказ от рискованных маневров, напомнили в ГИБДД России. То есть одним из главных нарушений, на которые будут обращать автоинспекторы в эти дни, это нарушение правил перевозки детей. Помимо этого, традиционно в выходные и праздничные дни автоинспекторы уделяют особое внимание выявлению злостных нарушителей ПДД. Это такие нарушения, как пьяное вождение, управление транспортными средствами лицами, которые либо не имеют водительских прав, либо уже были их лишены, выезд на встречную полосу, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимуществ пешеходам. Помимо этого, не останутся без внимания автоинспекторов, любители тонировки, мотоциклисты и лица, передвигающиеся на средствах индивидуальной мобильности. Госавтоинспекция в эти дни будет дежурить как в городах, так и за городом, то есть на загородных трассах. Кроме того, дежурство будет усилено вблизи огородов и дачных участков, вблизи проведения массовых праздничных мероприятий, а также в местах с высокой аварийностью. Плотность снарядов ДПС в эти дни будет увеличена особо. Причем массовые рейды, как обещают в региональных госавтоинспекциях, сортовали уже 28 апреля 2023 года и продлятся они вплоть до 10 мая 2023 года. Более подробную информацию о рейдах ГИБДД в майские праздники в разрезе по регионам вы можете найти по ссылке в описании под этим видеороликом. В свою очередь я тоже в очередной раз хочу напомнить, что в период праздников водителям нужно быть особо аккуратными и внимательными. Традиционно в эти дни увеличивается количество на дорогах нетрезвых водителей, поэтому нужно быть аккуратнее. Я напомню, что на сегодняшний день за управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит лишение водительских прав сроком до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. При этом если вас поймают за этим повторно, то вам уже по статье 264 УК РФ будет грозить уголовная ответственность, максимальное наказание там вплоть до реального лишения свободы до двух лет, а также возможно в судебном порядке применение конфискации транспортного средства. Именно поэтому стоит делать выбор, либо пить, либо садиться за роль. Совмещать два эти ремесла я настоятельно не рекомендую. Вот такая вот информация. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Своим мнением по этому поводу вы как обычно можете поделиться в комментариях. Желаю всем безопасных дорог и всем пока.